Дима, для радости, общения с землей, для выращивания наших огородов, садов, огородов больших, огородов-поподоконники, для выращивания растадок. Мы сегодня подготовили для вас очень интересную программу. Вас ждут подарки, скидки и, конечно же, общение с нашими экспертами. Мы, Ларисой Зарубиной, которую вы все прекрасно знаете, Борисом Борисовым, Оксаной Сердечной. Поприветствуйте их аплодисментами, пожалуйста. Мы очень надеемся, что мы подружимся с вами надолго, что увидим вас в наших магазинах еще не раз. И в магазинах не только розничных, но и в нашем онлайн-магазине 7семян.ру. Пожалуйста, заходите, покупайте, заказывайте. А мы будем стараться делать все, чтобы наше общение было максимально полезным для всех. Мы начинаем церемонию открытия нашего магазина. И я предоставляю слово нашему генеральному директору, Роману Полищукову. Всем добрый день. Очень рады вас всех здесь видеть. Очень рад видеть наших любимых гостей и экспертов, которые дадут вам много полезной информации. Как уже Наталья сказала, это наш второй магазин. Но это только начало. В этом году будет еще как минимум несколько. Я уверен, что кто-то, если кто-то приехал с других районов, скоро и в вашем районе мы откроемся. И обязательно откроемся. И из онлайна мы постепенно выходим в офлайн. И будем делать садовый рынок максимально современным, максимально широким ассортиментом по доступным ценам, чтобы вы смогли воспользоваться нашим сервисом. Вот. Хочу сказать большое спасибо нашей команде. Здесь присутствует немалая часть, которая сделала все это здесь. самостоятельно, максимально без меня. Я только второй раз нахожусь здесь. Поэтому в первую очередь я предлагаю поблагодарить нашу команду, чтобы наши магазины быстрее разрастались по всей Москве, а затем и по всей России. Спасибо. Федор не хочет ничего говорить. Тогда мы не будем вас томить умными речами. И передаю слово Ларисе. Спасибо. А, Наталье. Подождите, извиняюсь. Сейчас мы все-таки соблюдем формальности и разрежем в нашем случае зеленую ленточку великолепными ножницами бренда «Зема». Рекомендую. Сейчас все будет. Итак, прошу всех перенеститься вот в эту сторону. И сейчас наши руководители разрежут... Лен, дай что там? Возьми камеру, поставь. Да, я держу. Гостер надо зайти, понял? Да, я. Аккуратно, 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 аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аташ, выпусти нас. Выпусти. Здорово. Проходите. Да, супер да. Да, супер вернулся. Ура! так можно сбоку вот здесь удобно надеюсь нормально хорошо надо чтобы что надо чтобы можно 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 и теперь я передаю слово ларисе зарубиной которую вы все знаете и в представлениях я думаю она не нуждается полутора миллионные аккаунты в социальных сетях эксперт садоводстве и ведение огорода прошу встречайте аплодисменты слушайте внимательно вас ждет викторина с розыгрышем призов от ларисы поэтому слушайте внимательно и готовьтесь выиграть прекрасные призы от ларисы и от 7 семян спасибо друзья я всех приветствую спасибо вам что вы пришли мне очень рады сегодня конечно это обработка садов сейчас это самые актуальные темы сады у нас уже готовы сады нас ждут температуру плюс 3 плюс 5 все это делать сады начинаем резать наши деревья что режете первую очередь лучше конечно резать косточные деревья потому что они мы скажем так быстрее в процессе вишни это черешни и абрикосы то есть вот все что у нас и вот эти деревья мы режем в первую очередь большинство из вас деревьев сейчас завод ну как он я даже когда вы вроде чтобы они были ухуданы это сейчас самый такой рабочий способ про защите деревьев потом еще скажу мне о том что я пришлюсь задавали нас в гости деревьев если вы уязвили, то есть деревья что делать? что делать? так что тема на самом деле открываю так вот начинаем обрезать как резать деревьев? вопрос не море присылает так грампи вопросы дата представьте как резать никогда ни один из уважающих специалистов не скажет что режет дата и дата и дата и дата и дата потому что дерьма – живой организм обратно эту ветку не переставит поэтому подходит 50 раз вокруг этого дерева обойдите посмотрите все ветки, которые вот так растут, перекреющиеся, струющиеся ветки – это в первую очередь те, которые ветки подморожены, они режутся в первую очередь а дальше идет у нас процесс творческий то есть всегда нужно, если деревья у вас в первую ярусную идет посмотрите, обязательно какой-то линтирующий поверх выбираем он у нас самый длинный остальные соподчиняются, они должны быть ниже прорежем те ветки, которые идут вот так вот, сковороды то есть переводят можно говорить сколько угодно в любом случае, надо всегда доказывать поэтому, друзья, 10 раз посмотрите прежде чем резать лучше что-то не дорезать на следующем год дорезать, чем сразу же отрезать и первый год, вот, то есть вы сегодня будете резать, ну, больше 30% дерева обрезать не надо потому что начало просто у вас может пойти какое-то зарезавое дерево вот это на самом деле актуально у некоторых деревьев, какие-то как груши, дяволы, у них начинает очень сильное волчкование то есть если много урежете, начнут просто бешеные горстки волчки поэтому неслово приобрести то есть там все разумно должно если волчков и много, опять волчки не старайтесь их все срезать вот срезайте один волчок, у него там пять будут из этого места поэтому волчок лучше перевести в водоношение то есть срезаем там на одну-две почки на внешнюю и перевозим в водоношение то есть пошел побед, который будет у вас приносящий так, плюс 3, плюс 5 градусов обрабатываем чем сейчас можно обработать? те, кто обрабатывал осенью железным купоросом без слов, уже давайте обработать или на доске, или медом купоросом или же, ну, кто любит очевидно, зачем это еще можно обрабатывать смотрите, значит бортосская смесь препарат, который с деревом складывается мгновенно единственный минус этой бортосской смеси это то, что дерево будет голубое это же вот в этом никогда не петешься но, два часа то есть обработали, два часа уже достаточно если так пошло, то что еще страшно не пройдет то есть она уже вступила в самодействие с деревом в самодействие с деревом и дерево уже то есть уже процесс прошел даже если я тоже прошел то есть вот бортосская смесь и бортосская смесь обладает очень таким длинным стимулирующим действием поэтому бортосская смесь это не разный единственный минус бортосской смеси это забивание это вот единственный минус опрыскиватель забивает да опрыскиватель процедит два-три раза процедит можно добавить несколько слоев туда вату положить в процедите все, вот это вот два раза процедили нормально, опрыскиватель не забьется ну тем, кому не нужно и не кончить твой опрыскиватель не нашли? сперма август вот такая есть смотрите бортосская смесь сперма август здесь уже ничего не забьется та же самая бортосская смесь уже жидкая здесь разговор двухпроцентный вот его просто заливаем опрыскиватель и обрабатываем не надо процежить я не знаю сейчас я вам просто покажите потом посмотрите его больше нету, вы здесь а, весь все наши а там меди содержащие это та же самая бортосская смесь только она уже процеженная отцеженная а вот то, что метит все говорят, что это очень вредно медь, если вы хотите все, что по верхушке дерева это нормально и смотрите если у вас, например, почва песчаная там меди не хватает поэтому наоборот для меди песчаной почвы там меди она и не так плохая единственное, что вот бортосская смесь мы никогда не поливаем почву обрыскиватель это дерево у тех, у кого замотанное деревья размотайте если не хотите водоемка ничего страшного работайте только верхушки скелетные ветки и все те, у кого были мхерешайники все мне, кто пишет что у нас мхерешайники осенью мы обработали мхерешайники убили сейчас они на дереве остались никуда не деть они мертвы что с ним делать чищают честили это место вот сейчас фарму йод есть пожалуйста вот хорошо фарму йод вот фарму йод берете разводите там получается вот инструкция почитайте там внутри есть разводите и прям вот эти все средства где были мхерешайники обработали все гарантируем то есть здесь против вирусной против грибковой у меня вот на гортенце тоже на гортенце надо на гортенце на гортенце не надо малино смороли а у меня прямо вот вон в квалип правда оно же в газе малина можно сейчас именно сейчас пока почки сейчас в мордовской смесь берем 3-х процентное что такое 3-х процентное жилье это 300 грамм на 10 литров воды 3 мешка не общий 300 грамм потому что там 300 грамм из вести это пишут а именно вот этой нити должно быть 300 грамм это получается трехпроцентный раствор вот медный пупорос вырос в 20 грамм Медный пупорос можно смешивать с мочевиной Мочевины берем 500 грамм, медный пупорос 50 грамм Медный пупорос можно смешивать с мочевиной Мочевины берем 500 грамм, медный пупорос берем 9 грамм Смотрите, кто любит мочевины, мочевина мочевина Если сад болел, то я думаю, что мочевина слабовалась Это однозначно Даже если возьмете 7% на раствор, мочевина слабовалась Не проработает она в полнокомплексе, вот прям во всех мочевинах Лучше, если что, на основе медного пупороса Верхний элемент пупороса, даже рост медного пупороса идет Лучше, чем просто одна мочевина Если уходит только за мочевиной, то все есть Да, мочевин по-моему Это не осенья обработка Нет, это можно и осенью и письмой Но если мы, например, делаем медным пупоросом осенью, то лучше чили добавить Потому что железный пупорос будет предоставлен Я не могу послалить, что это правильно Да, он необычный Совершенно верно Теперь по вопросу всегда мне задают 1% раствор 1% раствор медного пупороса, железного пупороса Это профилактические, а у них нет В обороте с болезнями 1% раствор не проработает Поэтому вот сейчас именно самая драгоценная практика Поэтому вот, пожалуйста, можно сейчас работать с железным пупоросом Урок процесса у нас 300 грамм на 10 грамм Эту пупороса у нас 300 грамм на 10 грамм Квардовская смесь тоже 300 грамм на 10 грамм До какого времени у нас есть вот эта обработка? До зеленого конуса Как только почка напугала, пошел почек зеленый Все останавливается Иначе мы вот этой вот в бакушке пожжем Поэтому обрабатываем До зеленого конуса поддержка До зеленого конуса я сейчас сказала Препараты на основе будут Вот то, что она сейчас назвала Сейчас вот Теперь, смотрите Ну, я всегда говорю, что Бардовская смесь разделяем с препаратом 35 От зимующих вредителей, вот смотрите, вот такой В коре зимой очень много вредителей В бочках в коре, там, я не знаю, чешуйка, но везде Вредители устроились на зиму Что сейчас делать? Вот, видите, сейчас А русские вот это производители То есть я там Агрономные Увесные Увесные И только потом Увел вот эту жидкость Никак Общее количество Десять Или десять Воды Десять литров Воды По зеленому конусу По зеленому конусу Раствор нагрелся Выпал в осадок Это пошла реакция Это плохо Такой раствор Не использую Поэтому давайте мы уже пойдем вот этим путем Который Пожалуйста Можно Если время есть Если позволяет Состояние весны Потому что весна, вы посмотрите, какая стремительная Я уезжала из дома У нас температура плюс шесть Завтра будет плюс девять Послезавтра двенадцать Хотя расстояние между Москвой и Пензой Десять шестьсот верст Всего лишь на все То есть снежный покров тает просто как масло Поэтому я не знаю какая у нас будет весна Да То есть я боюсь, что у нас это все будет стремительно И у нас боюсь ничего Мы не успеем просто А разница должна быть в неделю или в две? В семь дней лучше Потому что вот этот вот препарат Это пленка Которая закроет Почему нельзя по зеленым деревьям То есть вот по вечно зеленым Закрывает дыхание Деревья перестают дышать Вот хвоя, клубника Поэтому не рекомендует производитель вот этот препарат Использовать по зеленым Вечно зеленым Мы используем только по спящим Все Обработали Зеленый конус у нас пошел Начинаем следующую обработку Здесь уже, друзья Вот моя любимая схема Вот мне уже сколько тут писали, что сады перестали болеть Октара плюс хорус Вот смотрите Хорус вот такой синий Пожалуйста Октару любую берите Сингенту У нас там только три производителя Три фасовщика, которые могут выпускать октару Это вот эксперт гарден Зеленая аптека садовода И ваше хозяйство Вот три Если увидели других производителей Не берем Это уже не октары Это уже Я не знаю, что там Да Вот эти вот могут Да Берем октару плюс хорус и плюс скор Вот эти препараты смешиваем Вот октару любую И хорус то же самое Скор то же самое Три производителя Фасовщика Могут только выпускать У меня вот здесь вот Чаще всего Да Они сказали, что нельзя Надо Фасовщики у нас Зеленая аптека садовода Вот такой он Синий всегда Вот у них смотрите И скорый этот Синий Зеленая аптека садовода Ваше хозяйство И эксперт гарден Вот такой вот он Эксперт гарден Это вот три фасовщика Которая фирма Сингент Разрешила Пасовать их в препарат Все Больше остальных Это подделки Уже не берем Все И сюда вот к этому Октару плюс хору плюс скору Добавляем сюда Прилипатель липосам Вот он такой есть Вот Недаром дали ему государственные премии За этот липосам Он самый лучший прилипатель Поэтому я вот Вот пожалуйста Вот такие можно Пакетики маленькие Я даже не знаю Сколько они стоят Вот большие Да Ну тут вот инструкция есть И вот такой большой Липосам есть Да Его на весь сезон Хватает Какой там даже на 7 Я даже четверть бутылки не истратила Какой объем это все Октару хору Это все на 10 литров Нет Смотрите Тут не так Вы даже не совсем правильный вопрос задали Не на сколько объем А как вот разводить их То есть Например Вот октар идет Два миллилитра На 10 На один литр На 10 литров Ну в общем посмотрим На 10 да Вот выбираете Значит 10 литров Взяли объем 10 литров Выливаете октару Дальше берете скор Смотрите сколько тут Ага Там пример 2 миллилитра на 1 литр воды Значит сколько таких 10 Ну это я к примеру говорю Значит 10 нужно ли И все вот подгоняйте под этот объем Чтобы у вас получился раствор на 10 литров Липосам добавлять ранний весенний период в обязательном порядке Почему? Потому что идут дожди Потому что все это смывается Вот чтобы вам не переживать и не нервничать Что деньги выбросили на ветер Добавьте Вы потом мне скажете спасибо Во вторую обработку Те кто не успел снять вот эту оплетку с деревьев Обмотку Самое то Обрабатывайте верхушки и стволы Все Что делать с землей Те у кого деревья сильно болели Вы мне пишете Что деревья несмотря на обработку болеют Болеют и черви в этих плодах И в вишне И в яблоках И болезни все равно прогрессируют Значит у вас рядом или сады не обработаны Или через участок Или же друзья Что вы ни разу никогда к своей земле даже не подходили с обработкой Первично стволы и ветки Уже потом дальше работаем с землей Землю проливаем от болезни обязательно Что у нас от болезни Весь комплекс БТУ Пожалуйста Вот можно оздоровитель почвы один купить БТУшный И работать им все Весь сезон Ну великолепно он работает Там и триходерма в составе Ну все 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 То есть препарат настолько рабочий Что я не знаю И проливайте пожалуйста им как можно чаще Если у вас вредители Если на яблонях на сливах Были вредители Они вас достали измучили Вот и даже обработки не помогают почву Все это зимует в почве Метерезин Вносите в почву Осенью Весной Три раза в год Можно вносить его Или пролить Развели его Пролили Можно внести в приствольный круг Ну вот порошочек Просыпали и все Приствольный круг Вот представьте я дерево Вот приствольный круг Не вот здесь где мои ноги А вот так Вот я вот так Если стою Вот мой приствольный круг То есть вот все Вот так вот Усыпайте Что что Метерезин 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 Это био препарат Если не хотите метерезин У агроуспеха Я не знаю Есть здесь препарат или нет От всех почвенных вредителей Мы его Есть Принеси пожалуйста Я покажу его Он работает от всех почвенных вредителей На червей он не действует Он препарат который работает Исключительно по всем гадам Медведка Хрущи Все что на зиму устроилось Все убивает Ничего им не будет Жужелица Ну Жужелица она вот там На зиму вот туда Она не так уж Не сильно уже внедряется Я вношу Ну Тогда Вносите метерезин Пожалуйста Метерезин пойдет Вот по этим основным Но здесь уже выбирайте Или яблоки здоровые Или жужелицы Пожалуйста А вот Наша ржавчина Любимая груша Что делает Это что-то страшное Вот Вот эта схема Которую я назвала Она работает и против ржавчины Она работает против манилиального ожога Про всех парши В общем Всех вот этих основных болезней Она работает Единственное что Груша Это то дерево Которое болеет Ржавчиной Сильно И почти всегда Поэтому Если вы увидели Чаще Обработки эти Делайте То есть наступил У вас уже Вот я уже не договорила Зеленый конус закончился Мы обработали химией Потом дальше у нас Начинается цветение Вот во время цветения Летают насекомые Это и есть Разносчики Всех заболеваний Ржавчина у нас распространяется Спором Ветер дунул Все полетело Поэтому во время цветения Берем препарат Фитоверм Вечером Уже когда пчел нет Потому что на пчел он действует Обработайте Поверьте Процентов 60 Заболеваний Которые может принести вам вредители С полетом Вот это все исчезнет Не будет этого Вот если Есть у вас возможность Это будет прекрасно Малину Вот это На всем Да Вот он вот такой От почвенных вредителей Это химия Ее вносить лучше осенью Если вы вынесете весной Ну особенно если Продуктовые грядки То здесь срок ожидания Для томатов 50 или даже 60 дней Поэтому Вносим осенью К весне все Уже разложится Там уже даже С племянь не останется 205 рублей Вот мне говорят Цена Кто Кто Вот это 300 Да 290 Рублей Вот кто спрашивал Я сразу всем напомню Скидка есть еще Зарубина Ну вот если Деревья Которые Декоративные Пожалуйста На грядках На грядках Тогда вот Прям вот час Вот земля только чуть оттаяла Вносите Теплицу Ну Я бы честно говоря В пищевую грядку не стала вносить Не стала бы Да Внесите лучше метаризин Это биопрепарат Безопасный Работать он будет замечательно Все Внесите его 3 раза в сезон Лучше медный купорос взять Чем вот бордоский Бордоская Вот эта жидкость 2% Медный купорос 3% Вы его 3 мешочка Вот здесь вот 300 грамм Вот одного мешочка На 10 литров 300 3% Лучше чем 2% Да Вы писали в инструкции Что все эти медные препараты Можно заменить их хорусом Можно Хорус при температуре плюс 3 работает Смывается водой Мгновенно Небольшой дождь или снег Все От него воспоминаний не останется Его и мы используем Поэтому вторую обработку Когда уже цветение Не так много дождей Поэтому я вот его рекомендую Именно в этот период А вообще если сад очень болел Лучше чередовать препараты Чтобы не было привыкания Вот мы начинаем с медного купороса Дальше вот эту схему После этой схемы Уходим в эту биологию Теперь смотрите Следующая обработка Цветение Прошло цветение Закончил цветение Перед цветением Мы должны обработать Можно вот таким препаратом Этой схемой Во время цветения Фитоверм После цветения Биологию Включаем биологию Что из биологии можно Смотрите Препараты Комплекс БТУ У меня вот их опять тут нет Принесите Принесите пожалуйста Да Фитохелп нету Вот Единственное Мне обещали Что Я уже всех производителей мучаю Обещали К сезону наладить производство Фитохелп Они переехали как раз в Москву Сюда Переехали сюда Вот здесь у нас Смотрите Живое удобрение Оздоровитель почвы И биозащита от болезней Вот Оздоровителем почвы Проливаем почву Живое удобрение Плюс биозащиты Плюс Липосам Это как раз схема Работы по кроне деревьев Здесь и стимуляция И подкормка идет И в то же время Прорабатывается именно От всех болезней Если нет у вас То можно просто взять Биозащиту от болезней Одну Потому что знаю что Кто-то купил только чисто Биозащиту от болезней Лариса Можно минутку Ставлю одно слово Да Такой наборчик У нас сегодня Разыгрывается на кассе При покупке от 1500 рублей Вы можете Ну вот Выиграть Вот прекрасно Выиграть такой набор Здорово Отличных биологических препаратов Да Следующая замена Фитохелп Если есть у вас Фитохелп по макушке По верхушке Обрабатываем фитохелпом По почве Микохелп Не нашли ничего этого Следующие препараты У нас идут Это все биологию Вам сейчас называют Аллерин с гомоиром Здесь дороговато получается Здесь по две таблетки На литр воды Это я уже тоже своим опытным путем Рассчитала такую дозу Потому что как пишет производитель Маловато она Толку нет никакого Поэтому по две таблетки На литр воды Того и другого препарата Это получается по двадцать таблеток Ну смотрите Если кошелек позволяет Делайте А зачем вообще после цветения Если не до цветения Вы даже не представляете Сколько вредителей Опять начинает поднимать голову И они только просыпаются И начинают к вам лететь И опять они все На мохнатых лапках своих Несут вам Поэтому вот эти четыре Обработки важнейших При цветении Ну здесь уже на усмотрение Это было бы конечно Изумительно Вот Везде добавляем липосам Весна это время Когда дожди Часто дожди Поэтому да Что что Хорус Хорус Да Можно вот эта смесь Которые вот это вот Актара плюс хорус Хорус Да Добавляем липосам однозначно Принесли что-то еще Подожди Про подарки потом Не забуду А Хорошо Мы выиграем все А Хорошо Тогда давайте Мы сейчас все выиграем Ага Хорошо Да Ну подожди Сейчас самое главное скажу Потом Дальше После того как цветение закончилось Обрабатываем уже еще раз биологией Друзья Это вот правда важно Вот эти четыре обработки Не сбрасывать их со счетов Четвертая обработка Это у нас вот Идет тоже биологическими смесями Фитоспорины Фитоспорин значит Значит порошок Годится для обработки Фитоспорин АС вообще великолепно И фитоспорин Реаниматор Вот он реаниматор Как выглядит Если у кого болели деревья Берите реаниматор Фитоспорин который в пасте Слабоват для этого Он профилактический Вот эти уже рабочие лечебные Фитоспорин АС у них последний Там содержится триходерма Поэтому можно и его Совершенно спокойно использовать Это уже новое поколение Воняет жесть как Можно все обрабатывать Сейчас можно все кусты обработать Вот меди содержащим Препаратом Тоже в числе и жимов А потом уже биологию Расстояние между химией и биологией 14 дней Лучше всего сделать Если нет такой возможности Хотя бы Ну Восемь дней Ну хотя бы Чтобы биологии Потому что биологии под химией Часть конечно умрет Потому что это живые бактерии Все Вот после того как вы обработали Четвертую схему Последнюю Все Дальше у нас когда Сад начинает Вот такой плод Как орешек Вот начинаем Следующая обработка Биологии Следующая обработка Когда как грецкий орех плод Следующая обработка А дальше Плодоношение То есть если у вас У соседей лютует Не ждите Придут Придут Поэтому обрабатывайте Против вредителей Фитовер Вот просто запомните его себе Все Все Это от всех Сосущих Грызущих Летающих Ползающих То что убивает гусениц Препарат называется Липидоцит Он так и называется Уничтожитель гусеницы Липидоцит К ним добавляем бетоксибацилин Вот эту схему Я ее обожаю Фитоверм плюс липидоцит Плюс бетоксибацилин Классическая схема Биологическая Убивает все Что вот Такое вот Жужжащие Ползающие Гусеничные Вот такая схема Если у вас Ну дороговато для вас Работайте фитовермом Ну поглядывайте За гусеницами Он может Неэффективно Проработать Не на все 100% Поэтому если гусеницев много А гусениц у нас в середине лета много Добавляйте липидоцит Не жадничайте Лучше спасти урожай Чем потом вот Думать Что же я Как же я Да А про розы Можно Любой Биологией Можно обрабатывать Все И даже смотрите Вот вы развели биологию Остался у вас Вопрыскиватель Не думайте ни о чем Вылейте под растение Они вам только скажут Спасибо за это Поэтому биология Прекрасно в саду Фитоспоринас Фитоспоринас Это новый препарат Пахнет Ужасно Ужасно Пахнет Но это нормально Там содержится Вот как раз Везде Это биологический препарат Применяем везде И в теплице стены Можно обрабатывать Проливать Можно землю Можно обрабатывать Деревья И перед посадкой Можно обрабатывать Можно перед посадкой Вот оздоровителем почвы Где он Да Все Но чем-то одним Не обязательно все сразу покупать Все Ну вот по схеме В принципе это все Ну Может что-то пропустила А метаризим Можно уже Как раз Метаризим Да У него температура рабочая 6 градусов Почвы Да Выносите совершенно спокойно Зарыхливать его Можно развести Полить Но лучше всегда Все биопрепараты Прикрывать Они боятся солнца Боятся Иссушения Поэтому пролили биопрепаратам Будь то этим Будь то тем Зарыхлить И желательно прикрыть мульчи Хотя бы вот этот Вот то что я вам сказала Мультиграмм Купите Он у вас Сколько Ну лет пять точно прослужит Накрыли и все Без забот Без хлопот Да А Да Да Забыл Хорошо сказали Значит Какой план у нас сейчас Вначале мы с вами делаем обрезку Замазываем раны А потом уже делаем обработку И никак не иначе То есть вот такая последовательность Чем замазывать Сегодня задавали вопрос Те кто у кого кору поели У тех у кого деревья пострадали У кого трещины Самый лучший препарат Это такой Ну он дорогой Ран нет Ой это живая кора Да Следующий препарат Вот Ран нет копеечный Но он выполняет Вот прям идеально Здесь содержится Медный купорос И содержат уже стимуляторы Рана заживления То есть Да Он уже дезинфицирован Можно обрабатывать срезы Фармо-йодом Фармо-йодом можно обрабатывать Его можно добавить в масляную краску И можно добавить в масляную краску Медный купорос Вот этот медный купорос Можно добавить в эту Пожалуйста Можно чисто масляной краской Тоже годится Ключевое слово Масляная Больше никакая краска нет Ран нет Вот пожалуйста Так а это что такое А Садовый вар В мусорку Вы сказали Да Да Меньше не надо Вы его обработаете Когда медным купоросом Или все там этим Этого достаточно Садовый вар В мусорку Не делайте А вот этот медный купорос Надо процеживать Какой Вот этот не надо Вот этот медный купорос Тоже растворится хорошо Процеживать Только то что содержит Изведь Бордонская жидкость Вот она забивает Садовый вар Смотрите Что происходит Садовый вар Сейчас Если температура холодная Он у вас будет застывать Вы его будете как-то греть Дуть на него Там в карманах держать Никак Замазали Летом придете Вот так крышечку снимете А там может гнилостный процесс начать И это уже было на моем пути Я не знаю сколько раз Я уже это все встречала Поэтому лучше предпочтение По цене Вот это мне кажется даже дешевле Ну могу наврать Ну они вот где-то одинаковые Поэтому лучше выбирать вот это Не замерзает Греть ничего не надо Открыли кисточкой Замазали Все Да Фарм и йод я сказал Мхи, лишайники Срезали Убрали Зачистили Вот этим замазывать Все Ну вот как-то так Теперь вопросы Да Давайте По саду можно Да Что? Конечно А розыгрыш давайте Дорогие друзья Теперь у вас уникальная возможность Задать ваши вопросы А затем вопросы задаст Лариса И мы сыграем подарки Ура У кого вопросы есть Давайте По томатам Можно по томатам Да Инструкцию дописываю Я в телеграме сделала опрос Что вы хотите увидеть в инструкции Как мне написали Я теперь уже третьи сутки сижу Подписываю Что вы хотели И так что Инструкция опять задерживается Выполняю Кладоспориоз Ооо Да Кладоспориоз Это наша халатность Это вот так Это наша халатность Кладоспориоз Как правило Бывает тогда Когда в одной теплице Растут томаты Из года в год Вот это вот спора Живет год Год пропустите Уже процентов на 80 Вы избавите от кладоспориоза То есть не сажать Не сажать Не сажать Все в оборот А чем идет Ничего не поможет Ничего Нет Таблетки Против кладоспориоза Нет Вы сказали Растут томаты И еще что Нет Из года в год Они томаты сажают Ну Ну Семейство Посленок Да Конечно Если под дугами То лучше менять На свежем воздухе Этой проблемы Нет Это только теплица Теплица страдает этим Под дуги Я могу в одни и те же места сложить Да Что значит под дуги в одну и те же Земля-то одна Хоть под дугами Хоть под веревочками Земля-то одна То есть лучше менять Землю менять Место менять Место менять Если нет земли поменять То место меняйте А замена земли Прекрасно 30 сантиметров Спасет положение Спасет положение И вымыть хорошенько теплицу Протравить ее Да Грядки в теплице Даже замки Где все проработать Хорошо фарма ее Да 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 Вот когда мы смешиваем По инструкции Корус Кор да Да Потом в какую пропорцию Мы заливаем Вопрыскиваете Чего сколько Вот я уже сказала Берете 10 литров И смотрите Актара 2 мл на 1 литр воды К примеру Значит сколько 10 на 1 ведро Баковую Конечно Вот начинайте с актара К примеру Смотрите 2 мл на 1 литр Значит на ведро на 10 Сколько Дальше смотри сколько И подгоняйте Чистая математика школа Да Наша школа Да Теперь по Я уже сказала Что больше нет препаратов Только железный Медный купорос И бордовская смесь Корус смывается водой Все Паклоноспориозу Еще Не убирайте Все растительные остатки Осенью Прям вот с корнями Потихонечку Листья нижние Убираем Потому что любой полив шлангом Оттуда споры По нижним листьям И понеслось все Увы и ах Да Ну вот Да 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 Именно полив Именно полив То есть по земле брызнули Все Поднялась и все Так что да Это наша халатность Это наша Да Это наша халатность Поэтому теплица В теплице С томатом И проветривание Должно быть всегда Максимальное Даже если идет дождь Проветривайте Не закрывайте все На глухаря Лист должен Испарять влагу Он должен быть сухой Влажная земля Сухой лист Вот это главное И влажность низкая А можно Макушка Это сегодняшняя тема Да Знаете я на разных сайтах Искала ответ Но я нашла У меня помидоры Во время цветения Гипотонизации Несколько сортов Макушка Позелтела Остальные не болели А вот на некоторых Какая состав почвы у вас Что у вас В почве Навоз добавляйте Добавляйте Ну вот он ваш навоз И делает вам такую макушку И будут такие Еще макушку закрутят Вот так Какой навоз Ну вот который Перегной Вот я покупаю На шкафу Скорее всего Их коров кормили Вернее обрабатывали Все вот это Что медь не хватает Что жилет Нет 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 Смотрите Их кормили скорее всего Коров Или же Препаратами Которые добавляли препараты Или же Протравливали Место содержания Вот эти подстилки Химии Потом вот этот навоз Счистили И продали вам Я в каждом ролике говорю Не используйте навоз Не используйте Навоз Это же от него только одно Сбор Конечно Это лучше Почему Нет 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 Пожалуйста Сбродивайте Траву свою Траву Сбраживайте Траву Да Делайте компост Ну лучше ничего не придумаешь Спасибо вам большое Да не за что Пожалуйста Что 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 Нет нет Это не поможет Это все Навоз И в рассадный период Умоляю вас Не кладите ни навоз Ни золу Пожалуйста Это что у меня сейчас Фотографии какие шлют Застрелиться просто Томаты уже скрючены Желтыми листьями Говорит Лариса что вы мне с томатами Спрашивают чем полили Навозом Конским Что положили Золы Стаканчик На литр почвы Ну как они вообще живы Там еще я не знаю У меня народ Вот Торфабрикет Биомастер Туда биогумус И туда разрыхлитель Лучше земли нет Вторая перевалка Добавляйте уже комплексное удобрение У биокомплекса есть органы минеральные Есть органическая подкормка У органик микс Чистая органика Бельгийская серия Пожалуйста Положите Ложечку Мерную И все И будет вам счастье Томаты будут вот такие Ну На стаканчик Не делают Так Делают На литр почвы То есть вы литр почвы замешиваете Когда Вот туда расчет Иначе стаканчиком ошибетесь точно А так не однородное попадание Замешивается великолепно Грана Он мелкая Замешивается великолепно С почвой Перемешивается отлично А торф как для томатов Торф это Нейтральная среда В нем нет питания В нем есть Немного микроэлементов Он прекрасно Как основа для рассады Для выращивания Любых растений Но в любом случае Его надо кормить Растения в этом торфе Мне нужен телефон Чем кормить Давайте я лучше ролик сделаю Выставлю прям все препараты Просто вот давайте Потому что здесь половины нет Сейчас буду словесно говорить Вы забудете А я особенности каждому расскажу Как применять Сейчас очень много препаратов Которые органоминеральные Органические Даже минеральные И уже они Вот как бонефорты сделали Пролонгированного действия Я вообще прям низкий поклон То есть там в рассаду положил При второй перевалке И можно уже Фактически уже А еще можно мучнистая рассада Это фитоловин или фитовин Нет Мучнистая рассада Можно и фитоловин Можно и фитоловин Фитоловином проливать Можно брызгивать Можно У нас кстати на 17 число Я с производителем договорилась О прямом эфире Прям таки выцепила его Говорю как хотите Препараты много У них еще фитоплазмин есть Который от Столбура Это вообще бомба Я говорю давайте приходите Будем рассказывать народу Рассказывать что это такое Потому что вот не пропустите Постараюсь на ютуб его тоже загрузить Чтобы вы посмотрели Потому что фармансы очень нужны Фитоловин Фитоловин Это вот народные препараты Они дешевые и хорошие Скажите мне Во второй половине лет На малине листва Всегда каждый год Крапин Скорее всего у вас Черная пятнистость Ой Черные дырчатые Вот это вот Грибковые заболевания Поэтому Вот сейчас Рано весной Потом то что я сказала Биологическими препаратами И почвы Самое главное Почва И не затягивайте с обрезкой От плодоносила Срезайте И выбрасывайте Эти листья Стволы Потому что вся инфекция Идет вот оттуда Почвы Это все Все болезни Ну как у нас Все болезни идут из кишок Вот Лечите почвы Те же самые кишки для растения Это основа основ Это рот растений Поэтому все оттуда Вот если умерла А лучак Банская комета На это место Можно сажать косточку Это надо знать от чего Она у вас умерла Ну Черные ветки Раз Это по разному может быть Это они могут у вас Подмерзнуть Это может быть Я не знаю Может быть Все листья увидали Обрезали эту ветку Тогда фитоловином пролейте Фармо-йодом можно пролейте Заселить бактерии живые можно Распустилось дерево Цветет Резко За несколько дней Одна из веток Становится коричневой Плодовая Да Это манилиальный ожог Ой поднимите палочку пожалуйста Это манилиальный ожог После этого обрезается Ну когда увидели Обрезали ветку Замазали Обработали Да Осенью Что это такое Поздно спохватились Гриб проник в сосуды Да Это гриб Ну он Большей части гриб Проник в сосуды Все Проник в самый главный ствол Все А Это не сохнет Сколько сохнет Он мгновенно высыхает Профилактический обработка Вот Все Да Не 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 Вот поэтому я и говорю Что во время цветения Вот они во время цветения Цветок открыт Оттуда идет заражение Прилетают И Да Конечно Пчелы переносят Они прилетают на опыление И приносят с собой манилиоз Да Поэтому здесь Вот самое главное Ранее весеннее По конусу До цветения После цветения Вот поэтому Это основа основа сейчас Поэтому не сбрасывайте со счетов Ой я уже даже охрипла Да Давай Да Спасибо большое Спасибо 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 Да 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 Пожалуйста Ага А теперь Еще одна очень интересная часть Вступления Ларисы Сейчас посмотрим Настолько Внимательно Вы Слушали И Лариса Задаст свои вопросы И Первому Давайте так Лариса задает вопрос Вы поднимаете Кто первый поднял руку Тот отвечает И если отвечает правильно Выигрывает подарок Договорились Да Лариса Пожалуйста Первый вопрос в студию Давайте я помогу А Лариса будет А я буду смотреть Да Я бы всем подарки раздала честно Ага Так Хорошо Готовы? Да Так всем удачи Первый вопрос При какой температуре можно начинать раннюю весеннюю обработку? Вот Да Да Поздравляем вас Вау Супер Не выкрикиваем дамы Поднимаем руку Помните Что сначала Обрезка Или обработка? Вот девушка Обрезка Пожалуйста Правильно? Да 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 Все молодцы слышали как хорошо Вообще Я сама нервничаю уже Не нервничай Можно ли совместить медный купороз с каким-либо препаратом при обработке? Да Да Поздравляем вас Поздравляем вас Поздравляем вас От болезней Нет? Нет Отвредителей 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 Поздравляем 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 Спасибо большое